А всем доброй субботы, с вами Воробуш. Человечество уже давно придумало способ видеть сквозь стены. Стекло. Но никто из вас, глядя на улицу и думая о том, как человек придумал дома, машины, велодорожки в конце концов, не думает о том, через что он смотрит. Если вы носите очки, то получается, что вы видите мир четко только благодаря одному большому надувательству. Стекло-надувательству. Это история стекла. Поехали. Как и в случае с нашим позапрошлым видео про колючую проволоку, история производства стекла начинается в Древнем Египте. Хотя, это еще спорное утверждение. С тем же успехом его родиной может считаться Месопотамия или Сирийское побережье. Но не стоит, однако, думать, что если человек не умел производить стекло, то не использовал его совсем. Использование вулканического стекла, производив его с собой природой естественным образом, было явлением известным человеку еще в каменном веке. Такой материал был куда более острым, нежели обычные камни или кости животных. Правда, применение его было ограниченным, так как не везде есть вулканы. Такое стекло считалось ценным ресурсом, ведь достать его было отнюдь не так просто. Первыми изделиями, известными человеку, были стеклянные шарики, которые получались случайно в результате изготовления металла или керамики. И если эти шарики настолько же прочные, как те, что продаются сейчас, то я в принципе понимаю, почему они дошли до наших дней. Мы с друзьями такие шарики пытались разбивать всем подряд, бросали об асфальт, зажимали в тисках, били по ним кувалдой, а им все равно. В позднем бронзовом веке человек уже более осознанно подошел к процессу изготовления стеклянных изделий. Начали появляться слитки и первые сосуды из цветного стекла. Тайны изготовления стекла во многом хранились в большом секрете, и производством его занимались исключительные мастера. Казалось, что с падением великих цивилизаций бронзового века исчезнет и стеклопроизводство. Хм, но ничего подобного. В железном веке люди наконец-то додумались записать какие-то инструкции по тому, как следует производить стекло. Это было зафиксировано на табличке 650 года до н.э. из библиотеки ассирийского царя Ашурбана Пала. Вы можете быть с ним знакомы, под цивилизацией пятой. Следующий резкий скачок в истории стекла произошел в эпоху эллинизма, когда из стекла начали изготавливать более крупные изделия, такие как посуду. А также появились первые мозаики из цветного стекла. А во времена Рима стекло уже стало более качественным. И даже появилось первое застекленное окно. А знаете где? В горячей бане в Помпеях. Ну конечно же, где же как не в бане ставить первое стеклянное окно? В средневековье стекло все еще используется для изготовления посуды и красивых мозаик и витражей. Окна становятся неотъемлемой частью архитектуры готических соборов. А английский монах Роджер Бекон совершает первые шаги в сторону оптики. Ближе к новому времени появляются телескопы, микроскопы и очки. А в начале 20 века бельгийский инженер Эмиль Фурко разработал способ механического производства оконного стекла методом вытягивания. Видео получилось довольно скучным. Без разбавок, плавных переходов и прочего. Что можно объяснить только тем, что нас всех на дури. Жаль мы этого не предвидели. Нужно было почаще протирать очки. Всем пока! Я ломал стекло! Не, хуня!